Здравствуйте, уважаемые ученики! Сегодня у нас урок литературы. Тема нашего урока «Анареды Бальзак. Жизнь и творчество писателя». Также познакомимся с повестью Габсек. Цели нашего урока – познакомиться с биографией писателя, рассмотреть повесть Анареды Бальзака Габсек, определить элементы композиции и систему образов, развивать умение выделить главные особенности характеров героев художественного произведения, развивать умение сравнивать, обобщать, анализировать, делать выводы, также формировать нравственные ценности личности. Перед нами портреты Бальзака в зрелом и молодом возрасте. Анареды Бальзак – один из самых известных писателей-реалистов Франции. Он стал основоположником реализма в европейской литературе. Его считают своим учителем такие классики мировой литературы, как Эмиль Золя, Федор Достоевский, Чарльз Диккенс и Хрикия. Биография Бальзака может быть интересна современным читателям, так как его путь к успеху был твернест и сложен. Но он не отступился от своей мечты стать писателем. Бальзак родился в Туре в семье крестьянина из Плангедока Бернара Франсуа де Бальзака. Отец его был крестьянином, разбогатевшим на скутки и продажи конфискованных тварянских земель в годы революции, а позднее стал помощником мэра города Тура. Мать Анаре, Анна Шарлотта Лаура Соломье, имела аристократические корни и была на 30 лет младше мужа. Обожала жизнь, веселье, свободу, любила своих младших детей. И почему-то недолюбливала своего старшего. Родители со старшим сыном занимались очень мало. В Вандомский колледж он был помещен против воли. Встрети с родными там были запрещены круглый год за исключением рождественских каникул. Первые годы учебы он провел в карцере. В 14 лет он тяжело заболел, и родители забрали его домой по просьбе начальства колледжа. В 5 лет Бальзак тяжело болел. Родители думали, что надежды на выздоровление нет. Но после переезда семьи в Париж в 1816 году Анаре поправился. Родители Анаре готовили к перспективной карьере юриста. Бальзак поступает в Саргонну на факультет юриспруденции. Параллельно с учебой он стажируется в натуральной конторе. Но однажды Анаре обескуражил семейство заявлением о том, что не хочет быть клерком. Он отправится в Париж и станет великим писателем. Сегодня практически все жители земли знают имя Анаре де Бальзака. Первые шаги на литературном поприще давались писателям с огромным трудом. Вся родня Бальзака была категорически против такой ненадежной профессии, как писательство. Не видя в нескладном, нелюбимом Анаре хоть какие-нибудь проблески литературного таланта, экономные Бальзаки отказывались спонсировать сыновьи безделья. Но случилось удивительное. Отец встал в защиту сына и разрешил ему ехать в Париж. Матери оставалось только согласиться с мужем. Родители отпустили его только с одним условием. За два года Анаре должен стать известным писателем, и его труды должны приносить доход. Итак, Бальзак в Париже. С 1823 года Бальзак начал писать. Первые его романы написаны в духе романтизма. Сам автор считал их неудачными и пытался о них не вспоминать. С 1825 по 1828 год Бальзак пробовал заняться издательской деятельностью, но здесь тоже потерпел крупную неудачу. Бальзак был настоящим плодоголиком. Он работал по 15 часов в сутки и публиковал по 6 романов в ходе. Но в основном это были бульварные романы. Постепенно к нему начала приходить слава. Бальзак писал о том, что его окружало. О жизни Парижа, французской провинции, о жизни педняков и аристократов. Его романы были скорее философскими новеллами, раскрывающими всю глубину существующих тогда во Франции социальных противоречий и тяжесть социальных проблем. Постепенно Бальзак объединил все написанные им в один большой цикл, названный им человеческой комедией, противовес божественной комедии Данте Аликхери. С 1832 по 1850 годы Бальзак несколько раз посещал Россию, в частности Санкт-Петербург. Также он долгое время жил в Киеве, в Житомире. В 1832 году он познакомился с Эвелиной Ганской, с которой венчался 2 марта 1850 года. Основным трудом Бальзака является его человеческая комедия. Произведение состоит из 95 романов и повестей. Но планы на этот цикл у Бальзака были амбициозные. Он хотел заключить в человеческую комедию 143 романа, но внезапная смерть от тяжелой болезни в 1850 году прервала его планы. Человеческая комедия состоит из трех частей. Это этюды о нравах, философские этюды и аналитические этюды. К этюдам о нравах относятся сцены из частной жизни. Это Габсек, отец Горио, сцены из провинциальной жизни, Евгения Гранбе, сцены из жизни Парижа, блеск и нищета Куртизана, также сцены из политической, военной и деревенской жизни. Одна из вечных проблем, которую пытается разрешить человечество, это власть денег над человеком. За золото можно получить все – власть, богатство. Эту проблему поднимали многие художники, писатели. Уильям Шекспир в своем произведении «Венецианский купец» «Гоголь в мертвых душах», «Пушкин в скупом рыцаре». Данную проблему поднимает и Бальзак в своей повести «Габсек». «Габсек» – одно из наиболее известных произведений Анареда Бальзака, являющаяся неким кратким путеводителем по Франции XIX века в эпоху империи, реставрации и июльского правительства. Написанная в январе 1830 года, повесть «Габсек» входит в цикл сочинений «Человеческая комедия» и относится к сценам из частной жизни. Перед вами герои повести «Габсек», «Дервиль» и семейство графа Герристо. Давайте познакомимся с определениями слов «раставщик» и «стряпчий». «Раставщик» – это человек, который дает деньги в рост, в долг под большие проценты. «Стряпчий» – это придворный чин. В XVIII-XIX веках так называли некоторых судебных чиновников. Синонимом в современном, в русском языке, к этому слову, является слова «адвокат-чиновник». С композицией повести «Габсек», наверное, вы знакомы. Подобную композицию мы встречали ранее при изучении произведений «Бедная Лиза», «Крамзина», «Посибала», «Толстого». В произведении три повествующих – это «Автор», «Дервиль» и «Сам Габсек». Такая композиция называется «Рассказ в рассказе» или же «Рамочная». Давайте поговорим о главном герое. Главный герой данной повести – это Габсек. Он родился в смешанной семье. Мать героя была еврейкой, а отец имел голландское происхождение. О биографии мужчины рассказывает Стрябчий по имени Дервиль. Сам Стрябчий знает Габсека с давних пор. Их знакомство произошло в студенческие годы Дервиля. Рассказчик в то время уже пребывал в преклонном возрасте. Габсеку стукнуло 76 лет. Автор сообщает читателю, что главный герой умирает в возрасте, 89 лет. Габсек – пожилой человек, скопивший на старости лет огромное количество денег. Живет в одиночестве, практически ни с кем не общается. Из дома не выходит. Если выходит, только исключительно по делу. Единственный человек, интересный Габсеку – молодой Стрябчий Дервиль. Старик видел в нем умного собеседника, верного друга, делового товарища и просто хорошего человека. Юноша, в свою очередь, общался со стариком, набирался опыта, просил совета и рекомендаций. Кроме того, Дервиль частенько анализировал характер собеседника и пришел к мысли, что в Габсеке живут два существа – скряга и философ. Существо подлое и возвышенное. Что же скрывает душа Габсека? Рассказчик Дервиль основал этого мужчину без малого 30 лет. За эти годы Стрябчий хорошо изучил натуру ростовщика. Характер главного бальзаковского героя отличался непреклонностью. Уже сама фамилия мужчины рассказывает о многом. На французском языке слово «габсек» означает «живоглот». Автор ярко описывает внешность своего персонажа. Облик ростовщика характеризуется хитростью. Пиццо желтовато-бледное, близкое к цвету серебра. Глаза небольшого размера, отдающие желтизной. Губы узкие, маленькие. О характере персонажа свидетельствует и пространство, в котором он существует. Квартира габсека сочетается с холодностью, расчетливостью его натуры. В чем-то образ бальзаковского героя приближается к образу гоголевского плюшкина. В доме героя складируются потертые, хотя и обрядные, вещи. Габсек считает, что его жизнь удовлетворительна. Прошедшие годы наполняют души героя довольством и внутренней радостью. Впрочем, герой не показывает своих чувств в жестах или мимике. В целом, мужчина скупится на эмоции. Габсек копит чувства внутри себя так же, как копит богатство вокруг себя. Внутренний мир эмоций проскальзывает лишь в невольном потирании рук. Мораль относительно, страсти разрушительны. Что же имеет значение? Только инстинкт сохранения своей жизни, себя. Такого мнения придерживается вальзаковский герой. Сохранность жизни лучше всего обеспечивается богатством, золотом. Деньги – путь ко всему остальному. Любви, власти, положение в обществе, страсти. Габсек приобрел специфическое хобби – изучать людей, находить их страсти, извлекать с этого выгоду, делать деньги. Люди для Габсека – лишь средство получения прибыли, выгоды. Герой считает, что человечество погрязло в пороках. Впрочем, и у ростовщика имеются свои симпатии. Например, герою нравятся только определенные люди. Те, которые отличаются честностью, простотой, трудолюбием. Одна из таких людей – скромная девушка по имени Фанни, шмея, которая впоследствии стала женой Дельвиля. Габсек сотрудничает, помогает лишь тем особам, которые возвращают ему деньги по процентной ставке. Обладая большим практическим опытом и проницательным умом, Габсек глубоко постиг внутреннюю сущность современного ему общества. Он увидел, что жизнь в нее не прикрыта и на готе, ее драматических контрастах, и понял, что в обществе, где идет борьба между бедными и богатыми, подлинной движущей силой общественной жизни являются деньги. Габсек говорит, что такое жизнь, как не машина, которая приводит в движение деньги. Из всех земных благ есть только одно, достаточно надежное, что бы стоило человеку гнаться за ним – это золото. Страсть Габсека к накопительству – это закономерное порождение буржуазной системы. Основная тема повести – страсть. С возрастом к Жану Эстеру ван Габсеку пришли огромная страсть к деньгам и стремлению владеть миром. Страсть постепенно перерастает в поклонении. Главным для героя стал принцип «все продается и все покупается». Его интересует ничего, кроме денег и количества. Духовный мир постепенно истощается и умирает задолго до физической смерти Габсека. Деньги правят миром. Вот кредо буржуазного строя, ярым приверженцем которого был старик. Золото съедает его душу, все святое, что было в нем. Все возвышенные чувства – жалость, сострадание – перерастают в наиболее подлые качества человеческого характера – эгоизм, циничность, жадность. Если в молодости стремлением Габсека было познание мира, то сейчас его цель – охота за деньгами. Но накопив их огромное количество, герой не стал счастлив. Он бесславно умирает в одиночестве вместе со всеми своими миллионами. Итак, подведем итоги всего, сказанного на уроке. Жизнь Габсека – это трагедия не одного отдельно взятого человека, а целой системы. Его пример только подтвердил известное утверждение, что не в счастье, не в деньгах счастье. А на Реде Байзак показал, к чему может привести ярое поклонение монетам и возможность с их помощью владеть миром. Уважаемые ученики, перед вами домашнее задание. У вас есть два варианта, то есть вы пишете сочинение, темы можете выбрать любую. Что главное в жизни человека – материальное или духовное? Первая тема. Вторая тема. Какие мысли Габсека вы считаете актуальным и интересным сегодня? На этом урок закончен. Спасибо всем за внимание. Спасибо.